Что нам говорит Слово Божие о восстановлении, о возвращении жителей? Какое наследие Бог дает? Оказывается, и об этом все в Библии сказано. И нам надо только это узнать и постараться войти в эту кабинет. Бытие 31 глава 30 стих. И сказал Господь Иакову, возвратись с земли отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. На родину многие возвращаются. А кому обещано от Бога, что Бог будет с ними? Вот на это надо особое внимание обратить. Можно возвратиться. Некоторые скажут, да это не моя родина, у Израиля была родина. У каждого человека есть родина. Если бы люди возвращались к родине, то в Алтайском крае, у меня, правда, данные устаревшие уже, лет 7 назад было, 360 сел на Алтае было полностью уничтожено. 360. Сейчас, видимо, это за 400 уже зашло. Если бы все из своих сел возвращаться начали, то есть бы маленькая искорка, вот так, даже на своих каких-то началах, там, ну, не верующие, а общество, спортивных людей, земля, чтобы начала плодоносить. Люди говорят, вот важная партия такая, такая, никакая партия не нужна, а оградная. Люди, труженики земли, вот что составляет костяк нации, ее независимость и все остальное. Ничего нету, ну и все кончилось, пойдут там по западашке, любому не пойдут, а поползут. И на любые условия согласятся. Иакову Господь сказал, возвратись. У русских людей чувство родины потеряно. И потеряно в абсолютном большинстве, как он чувствует, семьи. Вы статистику, если не знаете, я просто скажу, что сегодня количество разводов, первые примерно два года, те, которые в ЗАГСе, 80% с лишним. Напоминаю, что Крупская говорила, 17% развода национальная катастрофа. Ну, чего тут доказывать-то? У каждого есть родина. Ну, если едут, только еще где-то кладбище сохранились. Ну, едут с бутылками погулять, опять же, туда эта пьянь вся собирается, остатки еще доуничтожают природу, подожгут еще, уедут, по покосам пройдут на машинах. Израиль так не поступал. У них была только одна мечта вернуться домой. Вот образец избранного народа Божия Израиля, я говорю по Ветхому Завету пока, должен быть в каждом человеке, вернуться на Родину Отцу. И ты, Матершество, нам сладок и приятен. Кому он, ты, Матершество, в угарной машине, там, в городе дышит? Да у меня Родина там, где Родина твоя, где ты сейчас находишься? А что ты для этой Родины сделал в духовном плане? Как ты помог этому наследию Божию детям стать? Что ты для этого сделал? И не мне отчет давай, а самому себе раз в год. Пророк Иеремия, это за 700 лет до Рождества Христова, 2700 лет назад, 22-27 говорит, а в землю, куда душа им будет желать возвратиться, туда они не возвратятся. Я их накажу этим, они будут рваться, но этого не будет. Мне одна рассказывала, я записала, я думаю, там, вон те годы, как их раскулачивали, как их ссылали. Но у меня, говорит, зять был комсомольский работник, дочка за него вышла, и она осталась тут. Ну, ну что это, она с нами. И она, говорит, достала документы какие-то, ее эти заставы, которые раскулаченных там держат, как потеряют, пропустили. И когда сказали, что Нью-Йорка из такой-то деревни добралась туда, люди бросались, говорит, в эту реку и плыли навстречу. Ну, они широко там, река какая, плакали, кричали, ты хоть шепочку одну привезла с Родины нам. Я был в Синоге в Нью-Йорке, он патриот. Как он, я Родину-то не видал, он от родителей у нас следовал. А может быть, увезен ребенком был. И он перед смертью, приезжавшим людям, там уже студенты начали приезжать, уже годы перестройки, и он просил все время, горстышку земли мне с Родины, с Курской привезите, чтобы на могилу мне высыпали. Это не просто ностальгия, это законное чувство, которое Бог уложил. Вот старый человек сейчас начинает страдать головокружением, спотыкается. Вот, кстати, у меня в руке пятна, я вижу, у начальника, мог бы вы, если нет. Это земля свое зовет к себе. Это возврат, откуда ты взят. Надо смотреть на все илософски. То есть, разум своим постигать. А что в этом заключается? Вот Иеремеющий 44, 28 говорит. И только малое число возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнает все, чье слово сбудется, мое или их. Наши из патриоты, которые издали особый закон, сейчас государственная программа по возврату людей из-за миграции. Я пришел в миграционный пункт, я говорю, почему ваша программа не работает? Все-таки президент подписал все. Там поставлены такие препятствия из 25 миллионов людей, ближние даже зарубежья, едва ли вернулось, говорю, тысячи, может быть, две. Их стараются обобрать, у кого что есть. Если поселяются, начинали фермеры, которые поджигают, ну и бросили, ничего не могли сделать. Несколько раз сожгли, невозможно. Мы живем в стране, где не только нет чувства Родины, а чувство желания лучшей жизни. А только вот на один день оторвал, а дальше что будет? Я вот так не верил в этот птичий гриб. Я не верил, что это есть. Это обман все. И сегодня открыто в этом пишут. Это международный заговор. Уничтожит наше сельское хозяйство. Но, конечно, они дешевле. Недавно выступление прослушали, говорят, во что хочется нам, ну, допустим, создать килограмм мяса. В конечном счете получается 80 рублей. Ну, перевести в доллары, получается где-то 5 долларов почти. 5 долларов. Спрашивают, а там сколько в Индонезии? 20 центов. 20 копеек. Ясно, что они нас задушат. Там государство вкладывает в сельское хозяйство до 92%. То есть вот ты, сельский труженик, истратил 100 рублей, 96%. Государство ни за что просто тебе деньги переводит, и все, что тебе горючее можно было взять, за землю рассчитаться. А у нас 1%. Ну и то это еще не дадут. Пока ты ездишь, ты больше на машине прожжешь. Значит, у нас сверху надо. Новый президент звать Дмитрий. Усильте о нем молиться. Сегодня все толкуют, он еврей, жена-то точно уже еврейка, и евреи дело, евреи мудрый народ. Ну, чтобы он понял, что кроме Израиля еще есть и Россия. И нам здесь жить. Я его совсем не знаю. Я знаю только одно, что без боли Божьей он бы не пришел к власти. И прежний царь, который на большой должности остался, и за него надо усилить молитву. Чтобы Бог дал им хороших советников, чтобы они помнили, что они смертные. Что это Родина, Земля, и их когда-то примет. Чем они придут? Мы пришли сюда возблагодарить Бога, что чудо Божие совершилось. 17 лет тут были люди, приезжали, уезжали. Ну, несравненно легче сегодня. У нас официальный статус. У нас электричество подведено. Один человек остались, и государство не закроет здесь. Такой закон. Пока официально не поступит сообщение, ни одного человека нет. Я в краевой администрации был, узнал. Люди закрывают, уезжают. А в Америке проехали, спрашивали, говорят, ну, в Голландии. Ну, мы были немного, например, в 50 фермерских хозяйствах. Все до одного дети учатся в академиях, в институтах, и все ее наследуют землю. Они держатся за землю. Это питание. У него нормальный достаток будет. Все у него здесь. А потеряете вопрос, а куда дети? Вот дети вырастут вот эти вот. Где они? Молк потеряют. Да зачем она им нужна? Это дырак. Да где еще тебя преследуют? Да и оборвают на каждом шагу. А вот надо сделать так. Несмотря ни на что, положить на сердце. Израиль любил свою землю. Здесь могилу наших отцов. За могилу в нас мы дрались. И ни за что так не дрались. Даже язычники вспоминали минувшие дни. Это в сказках, в стааках, в сказаниях, везде чувство Родины. Земля. Смотрите, как за короба бьются Азербайджаны с Армении. Чтоб только отошло к ним. Вы думаете, случайно это кахетик, вся эта грузия мьется за свои земля. Разрушение, вот это косо, это все из-за земли. Ни о чем больше. А здесь понятия никакого нет даже. Земля, огорожено, все, получал фрин, ел, махнул, лукой, поехал. Ты не забывай, я тебе сейчас расскажу, что ты теряешь. Наследие это не только земля и ограда. Наследие дети, которых тебе там может никогда не воспитать. В книге Исход, 6-8 стих, читаем. Господь говорит, я веду вас в ту землю, которой я, подняв руку мою, клялся дать Еврааму, Исааку, Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. И Господь подвел и показал Моисею, вот это та земля, куда веду. Они увидели земля, как рай. Но там же, Господи, люди живут. А кто живет там? И Господь начинает перечислять Георгесеи, и начинает перечислять филистимляне. Как? Там два народа нет, слушай дальше. Там третий народ еще живет. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Семь наций живет на этих местах. У них жилища, у них виноградники насаждены. А как мы-то зайдем? Сейчас подвели бы куда-то нас, жилой дом. Это тебе. Ну как я зайду, там жалю или живу. Каждый будет драться. Попробуй у тебя сейчас из квартиры. Ты же будешь насмерть драться. И эти люди так же нравились. Господь сказал, эти люди, которые здесь живут, все в народности, они родители не почитают, дети блудящие, развратничают, воруют друг друга. Эта нация не должна жить, и Бог ее спихнул просто с лица земли. Семь наций. А еврейский народ вообще, это скотоводы. У них не было воинского навыка, ничего. Они в бою, говорят, на одну винтовку 20 человек. Победили всех. Война идет. И вот второй год, и ни одного убитого, ни одного ранения. Так не бывает. Бог бросает камни с неба и побил больше. Лес, отступающие войска идут, деревья падают. Это сказка только такая есть. Но Библия говорит, что именно так. И лес погубил больше, чем было в сражении. Нас Бог защищает чудно. И так защищает. Если все по порядку рассказывать, невидимую сторону мы невидимы. Сколько к нам ночью приходили. Как у нас тут батюшка ночью вышел, собакой погуляют. Вдруг слышит, разговаривает. Ночью кто? Чужие. Я один раз смотрю, с мешком из этого склада туда вниз. Пока чего уже нет. Я знаю куда, там разъезд. Тут у нашего богаща мука есть. Он работает. Он кормит не только государство, но еще полразъеза. И ничего. И они, видимо, увидели это, больше не пришли. Вы же знаете, как воровали насосы, все. Что Бог нас хранит на этой земле. Эта земля обетованная. Она благословенная. Псалом 77, 55. Господь прогнал от лица их народы. И землю их разделил в наследие им. И поселил в шатрах. И в готовые дома вошли. Все. Виноградники посажены. Туалеты выкопаны. Колодцы вырытые. Сидите и живите. Но не грешите. Будете грешить. Я вас сметлю всех, Господь. Они научились от этих людей. Дочерей своих стали выдавать за этих язычиц. Их они же здоровые, сильные народности. Их дочек стали за своих брать. И научились всякому худому делу. Их комсомолок. Они красивые, спортивные. И все полетело к наш ногами. И Бог их вымел оттуда всех израиль. А когда стали плакать, опять вернулось. 80 лет пожили. Опять развратились. Опять перестройка. Опять их вымел. Не понимают. Бог тогда вывел их на 70 лет в Вавилон. И они там рыдали и плакали. И там они обзавелись. Евреи везде евреи. Они там к рукам все прибрали. Свои банки по тогдашему построили. Но вернулись домой опять. И государство Израиль снова в 1948 году заново восстановилось. И сейчас смотрите. Ведь это узкая полоска земли. Пальцем даже положить негде. И вокруг весь мусульманский мир. И ничего не могут сделать. Миллиард. А у них там всего 13 миллионов. И при том каждый утром встает еврей. Только об одном думает. Как бы кого обмануть. Тоже не вояки. Но Господь сохранил эту нацию. И до конца сохранил. Это не мои слова. Это слова еврейского банкира. Еврейского олигарха. Каждый еврей с утра до вещей. А только об одном думает. Кого обмануть. А их там 5 миллионов на одном городе углу живет. Деяние апостолов 13.19. Господь истребил 7 народов в земле Хамнерска. Разделил им наследие земли их. Апостол Павел поворачивает и говорит нам. Как мы должны и за что бороться. Деяние 20.32. И ныне предаю вас, братья, Богу. И слову благодати Его. Могущему задать вас боли. И дать вам наследие со всеми освященными. Наше наследие это вера Христа. И священная Библия. И Господь нас им передает. Вот Библия. Читайте. Вот вам руководство. Не конституция страны. Конституция вся входит в Библию. Вы читайте там, найдете. Это конституция на самые последние срочки. Главное для Бога. Конституция не учит меня, как поститься, молиться, последнее жертвовать. Я веду вас в наследие, которое я вам даю. Наследие не сделано. Если вы куда-то уехали, вы можете там больше нужно быть. Посмотрите. Раньше верующих сажали. А сегодня ни одного верующего за веру не сидит. Хорошо или плохо? В этом плюс. Но в этом есть отрицательный момент. Раньше сажали за то, что в армии не служишь, пачками сажали яговистов. А сегодня альтернативная служба, принято в Думе закон. Пожар, ну ты будешь служить не год, а, допустим, два с половиной года. И будешь ухаживать за больными, за заразными. Тебе найдут работу. За свой счет в квартиру там будешь снимать. Тебе очень тяжело будет. Но можно служить. Хорошо? Но зато я-то не нарушил мою волю, я не давал клятву, оружие не брал, и перед государством невиновен. Все было. В этом тоже отрицательное есть. Вот мы отдельно потеряем. Как хорошо. Никто не пьет, не курит, не матерится. Ну пьет, если недолго будет пить, помрет. Один там какой-то, ничего не сделаешь. И в этом тоже есть положительное и отрицательное. Во всем то, что я назвал отрицательное то, что верующая закваска. В армии нет, сегодня там никто не обращается. А тогда, уходя из армии, на собой отношу, я был в армии. Если бы я знал о Боге-то, сколько было? Ты с кем знаешься? Ты работаешь. Каждому неверующему, с компаньоном ты теперь можешь рассказать о Боге, встречаясь с ним, засвидетельствовать, подарить Евангелие. Кто от нас уехал, зайдите, я вам Евангелие подарю. Чтобы вы там не были с пустыми руками. А вот этого сегодня никак, нигде нельзя взять. И это понимают уже глубоко верующие люди. В этом хорошем оказалось много нехорошего. Сегодня никто в тюрьме о вере не слышит, только приходящий с воли. Я прихожу, но пришел и ушел. Они же понимают. Это наше наследие. Наследие это страна, и я должен прийти к ней с божественным наследием. Со Словом Божьим. 1 Петра 1.4. Господь призвал нас к наследству неклебному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. То есть у нас все открытый там счет на небе. И куда все идет. Кому ты сделал добро, доброе слово, пожертвовало. Для нас то наследие, не это, только земля. Конечно, здесь удобнее всего детей воспитывать, особенно. За ними наблюдение, сохранить. Сегодня, посмотрите, пишут газеты, ужас один. Как эпидемия ворует детей к педопилу. А слово педопил, это прекрасное слово, его как извратили. Это педагог, что означает? Учитель. И филослово любить. Любить детей. А сегодня слово любить означает извращенец. Он насилует и убивает детей. Быть педопилом в полном смысле, это великое дело. А сегодня даже сказать страшно. Это как так? Ну, просто люди не знают значение слова. Ну, ты открой слова или иностранное слово, ты прочитай. Такого значения этого слова не было. Чтобы воровать детей, насиловать или на запчасти продавать, этого не было. Ни в одной стране мира никогда не было, что сейчас здесь делается. Просто не существовало. Ну, ты скажешь, было. Ну, открой. Открой историков, Костомарова. Открой Соловьева. Покажи литературу. Где это было? Убивать убивали. Раскольников убыли. Но этого никогда не было. Чтобы с таким презрением к своей земле относиться, как ее загаживают. Вы просто подъехаете к какому-то городу, как Калубцов, километров, наверное, за пять уже невозможно дышать ничем. Земля свалка. Если сюда придет Китай, он очистит эту землю. Сегодня не Япония на первом месте. Я имею самые последние данные. Китай вплотную подошел к занятию не Америка, а Китай. 150 тысяч километров только дорог продолжили за последнее время. А это означает, они работают. Я разговариваю с профессором, он вернулся оттуда. Это страна, которая ушла далеко вперед нас. Почему? В пять часов у нас кто на ногах? Ну, сами себе скажите, кто в пять часов. Если ты рано встаешь, у тебя живот будет поменьше. А у них, говорит, я, говорит, шесть часов, я протираю только глаза, говорит, в гостинице. И везде стущат молотки, везде работают. Его вызвали преподавать. Он преподаватель в Китае. Другой год приехал, везде на это же история. На улицах можно свободно ложиться спать, тебя никто не тронет. Потому что они не нянчаются. Они никакие международные не записались. Никакие моратории на смертную казнь нет. Тоже кто бюрократ, бюрократы. Собрали 15 человек в одной деревне, оказалось. Всех тут же расстреляли, поехали дальше. Я не призываю к этому. Но говорю, что у Бога это выверено. Мы никак не можем повлиять на нашу обстановку в стране только молитвой. Притом молитвой очень искренней. Перечисляйте главу администрации, районных, советов. Вот я в городе живу, а в ваших работников всех я перечисляю в молитвах. И когда говорят о том, видишь, как ты изменился, а от чего это он такой человек? По молитве. От него никто этого шага не ожидал, этой жертвенности. Притом трезвость установить в течение одного года может любой глава администрации. Я на днях этого профессора слышал, который президентом Международной ассоциации по борьбе с пьянством и прочее. В течение одного года. Притом не нарушая государственные конституции. Это все можно сделать. Надо молить Бога, чтобы дал добрых советников. Это тоже скрытые таланты где-то. Послание Кримином 8,17. А если мы дети, то и наследники. Наследники Божьи. Сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Одно из основных качеств, доказательство, что мы христиане, что мы страдаем за Христа. Я вам сегодня что сказал? Я не думаю, что всем понравится. У меня новые враги появятся. Но у меня новые друзья все время появляются. Все время. Потому что я должен сказать. Перед поездкой к вам в пятницу той какого часа беседовал с председателем Союза писателя Антайского края. Люди духовного почти ничего не имеют. И тут же сидит сын писатель, бывший председатель из полкома. Край или города я не понял только. Фамилию Кулешова. Ему дают мою книгу дать анализ. Я говорю, никогда его не сделай. Нет, подготовить сбор всех писателей и поэтов Алтайского края. Это не тот уровень. Человек должен глубоко утверждать. Это наследие, которое оставляют. Это инструкция, как жить. Как обращаться с детьми. Ты любишь детей. А в чем это от любовь выражается? А Библия говорит, если ты любишь ребенка, чаще наказывай его. Да сейчас детей в путь здоровья бьют. Не бить, бить нельзя. А наказывать надо. И это не путайте слова. Не во гневе, с молитвою. Ребенку иногда достаточно только пример показать. Я вам говорю, что вчера и сегодняшнее моление, они очень сильно уже отличаются. А всего-то не больше пяти минут я с ними позанимался. Вы готовьте детей сегодня, сегодня, я говорю, нынче, чтобы все дети деревенские были в лагере. Я не вершине здесь. Мне год остался. До 70 лет. Вы будете искать тогда. А наказывать некому, они наказывать в лагере, если не будут, я говорю, лагерь не нужен. Их не воспитать без наказания. Я обязательно должен научить детей рано вставать. Чтобы они уважали старших, чтобы они умели работать. Уважали учителей, священников. Хороший христианин – это хороший гражданин. Это не будет разводов, не будет всякой пакости, которая сегодня делается. Галатам 3.29. Если же вы Христовы, то вы семья Авараамова и по обитованию наследите. Я поясняю, что такое наследие. Наследие – это не только земля, чтобы потерять 15 лет, а мы имеем наследие на небе. А некоторые здесь потеряевки и получили крещение. Эфицианам 1.18. Это из Библии все. И он, Господь, просветил очень сердце нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. И какое богатство славного наследия его для святых. Наше наследие на небе, какое оно славное. Там нет смерти, ни болезни, ни воздыхания. И некоторые услышали впервые здесь потеряевки. Я знаю, некоторые приезжают не один год. Вот эти минуты вы их храните у себя. Уезжай, подойдите сегодня ко мне, я вам дам Евангелие. Все, я объяснял сегодня проповедь, некогда. На огромную Библию слово «некогда» один раз так встречается это слово. Некогда. И при том некогда Господь сказал ученикам, которые опупированы были людьми, помогали все, помогали. И некогда было даже погибать. Господь, отделитесь, отделитесь там где-то в кустах, поешьте. Вот и все. А у нас-то некогда, что, большое хозяйство, ты занятый работник, да, все у тебя есть, а ты умрешь. Ты же, слушай, умрешь. Потому что для тебя были здесь председатели, для тебя были начальники, они умерли. Уже сегодня разбившегося мэра, разбившегося губернатора уже на каждом шагуне вспоминают. А через 20 лет вообще и тут новое будут, там новое желают, слава своей. А если он не спасся, а очень сомнительно, что он спасся. И когда авария какая-то, последнее слово, матерное вылетает, как у Гагарина, передают. А последнее слово у верующего, прости, Господи. Ты уходишь, проси благословения. Ты взрослый, дома осталась жена, благословите меня. Ты же садишься в машину, освети ее. Столько же аварий. Да не по твоей вине они совсем. Ты же, какие погибают-то люди. Ну не нам, что так. Где-то на обвом, где-то в тебя врезали. Господи, ты дал мне жизнь. И самое дорогое наследие – дети. Приведи их на небо. Если они на небо не попадут. Ты понимаешь, что это? Это вечность. Целая вечность для человека. Сегодня вот закладка идет. Кефесянам 3.6. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его, Христе Иисусе, посредством благовествования. То есть мы получаем это наследие через благовествование. Благовествование означает проповедь. Вы услышали проповедь? Пришли. Говорите это другим. И потеряем, пусть она будет источником благовествования, чтобы в духовном плане от нее исходили лучи. Много, мало, ты один останешься. Эта роль не играет. Главное, что большинство там, где Бог. Мысленно повторить. Большинство не в городе, не в Мехико, там по 22 миллиона, говорит, человек. А там, где один и Бог, там большинство. И там, где истинная жизнь во Христе и благовествование. И пусть сегодняшний день, как это названо, днем потеряем, и так уж искусственно созданным. Но это имеет основания, чтобы сегодняшний день был днем благодарности, радости во Христе Иисусе. Аминь.